В администрации Красноярска сегодня прошла комиссия по чрезвычайным ситуациям. В ней приняли участие в том числе представители надзорных органов, МЧС и учёные. Эксперты доложили о ситуации, сложившейся на территории Енисейского целлюлозно-бумажного комбината. Там уже несколько месяцев тлеет огромный объём опилок. Стоимость 1 гектар, кубатура 100 тысяч и высота около 15 метров. Ввиду неправильного хранения и нарушения правил пожарной безопасности, вот сложилась данная ситуация. Я хочу дать краткую характеристику от объекту горения, чтобы правильно принять решение, как это потушить. Произошло самовоспламение и самовозгорание за счёт того, что смесь несортированных древесных отходов сложены в кучи, повышенная влажность этой кучи, наличие грибов и бактерий, всё это привело к самовозгоранию. А между тем, этот тлеющий склад беспокоит красноярцев сентября прошлого года. С этого времени в службу 205 стали поступать звонки от жителей Ленинского района с жалобами на запах горения. Тогда была создана рабочая группа с представителями администрации Красноярска и управления Росприроднадзора по краю. Однако, собственник ЦБК никак не реагирует на многочисленные обращения. В течение двух месяцев юридическое лицо не исполнило те предписания, которые мы им выдали. Соответственно, за неисполнение предписания. Они также были привлечены к административной ответственности. Протокол был направлен судебными органами. У нас совместная работа проводится с органами прокуратуры. Организованы соответствующие рейды. Также на это предприятие заходят инспектора. По итогам заседания комиссии в оперативном порядке была создана рабочая группа с участием специалистов проектных организаций, научного сообщества, надзорных органов и других ведомств. Ситуация на территории Енисейского ЦБК представляет угрозу чрезвычайной ситуации. Нам сейчас необходимо как можно, мы понимаем, что быстрее начинать работы по локализации данного очага. Мы сейчас рассчитываем, чтобы рабочая группа быстрее отработала, быстро и в то же время качественно отработала проекты, по которым мы будем проводить работы. Подготовили экспертное заключение, чтобы уже можно было заходить и безопасно работать. Ситуацию взяла под контроль и природоохранная прокуратура. В суд направлено административное исковое заявление в отношении администрации Красноярска и Енисейского ЦБК. Ведомство требует ликвидировать возгорание отходов и провести рекультивацию земельного участка. Сергей Сеславин, Анна Московских. Новости.